Итоги этого дня сейчас подведем для вас мы, я Лаура Жакупова и мои коллеги канала Хабар 24. Добрый вечер и вот некоторые сообщения этого выпуска. История остановления Нурсултан Азарбаев в интервью российскому Первому каналу рассказал о самых важных событиях Казахстана, которые повлияли на глобальную картину мира. Самый обсуждаемый съезд Компартии в Китае, в КНР. Депутаты разрешили изменить конституцию своей страны. Ни последствия, ни погоды. На востоке страны приводят в порядок жилые дворы после сильного наводнения. Ну и теперь уже обо всем по порядку. Астанинский процесс способствовал деэскалации конфликтов и прекращению войны на территории Сирии. Об этом Нурсултан Азарбаев заявил в интервью журналисту российского Первого канала. По словам президента, за годы независимости Казахстан показал себя мирным государством, которому доверяют другие страны. Напомню, в Астане прошли 8 раундов межсирийских переговоров. Зарубежные эксперты высоко оценили эти встречи. В столицу Казахстана приезжали те, кто не участвовал в женевских переговорах. Президент также отметил, что все вопросы по устранению конфликтов необходимо решать в рамках Совета безопасности ООН. Все вопросы войны и мира должны решаться в Организации Объединенных Наций, Совет Безопасности. Оно создано для того, чтобы выработать международные правила, международные законы, которые должны выполняться. К сожалению, иногда это нарушается, особенно в последнее время. Поэтому одновекторность мировой политики невозможна сегодня. Мир разнообразен, разно конфессионален. И в этом прелесть заключается мир этого. Поэтому многовекторность и учет мнения многих стран являются, мне кажется, альтернативой для будущей экономики. Поэтому я свое вернее предлагал, что G7, G20, это, конечно, хорошо, но не охватывает мнение всех 200 государств мира. Если бы организовать форум G-Global, где бы участвовали 100-120 основных стран и выразили бы свое мнение, выработали общую политику по многим вопросам. Рассказал Нурсултан Азербайев и о взаимоотношениях между главами государств. По его словам, доверие между лидерами приводит к доверию между странами. Президент рассказал о дружбе с Владимиром Путиным и о том, как делился опытом в непростой период для соседнего государства. Владимир Владимирович Путин в 2000 году стал президентом. И мы с первых дней имеем очень добрые отношения. Не буду сегодня скрывать, которые превратились в настоящую дружбу. Почему? Во-первых, я наблюдал, как он работал. Человек, который не имел опыта, такого, как у меня, огромного при Советском Союзе и при новой жизни, новой политике. Пришел в эту политику в самое тяжелое время для России. Но вспомним недалекую историю, когда вся Россия фактически развалила вертикаль власти. Каждый регион работал сам по себе. Мы, соседи здесь в России, видим, что регионы перестали платить налоги центру. Шла война на Кавказе. И международная ситуация, и внутренняя экономика была по-настоящему маховая. И справиться с этой задачей, конечно, тоже не буду скрывать, поскольку за моими плечами большой опыт. Мы советовались, все, что мог из своего опыта, я советовал, и он это воспринимал. И вот он же выправил, овладел всем этим, поставил, как бы то ни было, в сложнейших условиях. Ну а полную версию интервью главы государства Первому каналу смотрите в нашем сегодняшнем эфире в полдесятого вечера. Сто тысяч россиян могут проголосовать досрочно на выборах президента соседней страны. Это те избиратели, которые проживают или работают в отдаленных и труднодоступных районах России, а также за рубежом. В списках для голосования 8 кандидатов. Среди них политики Владимир Жириновский, Григорий Явлинский, журналист Ксения Собчак, бизнесмен от партии коммунистов Павел Грудинин и также Сергей Бабурин и Максим Сурайкин. Действующий лидер Российской Федерации Владимир Путин участвует в выборах в качестве самовыдвиженца. Голосование назначено на 18 марта. О тех, кто голосует досрочно, расскажет собственный корреспондент в Москве Дана Нуржан. Досрочно проголосовать на президентских выборах в России могут олинии воды, сотрудники полярных станций, а также моряки, которые в день выборов 18 марта будут находиться в плавании. То есть те россияне, которые находятся в отдаленных и труднодоступных районах страны. По данным Центрального избирательного комитета, таких 100 тысяч человек. Из них 10 тысяч уже проголосовали. Интересно, что предусмотрена специальная процедура голосования для российских космонавтов на Международной космической станции. Так, представители Центра избиркома приедут в Центр управления полетами, и там по спецканалу связи космонавты сообщат свой выбор доверенным лицам. Они и поставят галочку в бюллетене для голосования. Всего же в России 109 миллионов избирателей. За рубежом голосование стартовало 2 марта. Оно охватывает 94 страны. Первое досрочное голосование прошло в Турции. Свой выбор сделали и россияне в некоторых штатах США. Завершилось голосование в шести городах Бразилии. В целом, по данным Центра избиркома, в досрочном голосовании на выборах президента России за рубежом могут принять участие около 80 тысяч человек. Всегда существует некий процент граждан, которые раньше могли быть обделены, которые не могли принимать участие. Вот эта проблема на данный момент технологически, повторяюсь, полностью решена. Это, в общем, соответствует и международной практике, ну и элементарным нормам демократии, когда современные технологии всем дают возможность сделать свой выбор. Что касается прогнозов, то по данным Всероссийского центра исследования общественного мнения, в выборах примут участие около 70% россиян. Из них 65-70% избирателей, согласно предвыборным рейтингам от ВЦИОМ, поддерживают действующего президента России. Разрыв между ним и другими кандидатами более 50%. Политологи подчеркивают, что президентские выборы 2018 года открывают новый политический этап для России. Россия вступает в новый политический сезон, в новый этап своего политического существования. Сталкивается с новыми, иногда принципиально новыми какими-то вызовами, на которые, в частности, вот эти выборы и отвечают. По результатам многих социологических опросов, по настроению, которое доминирует в российском обществе, наверное, все-таки каких-то сюрпризов, каких-то неожиданных результатов все-таки не будет. Но это отражает то общественное мнение, которое в России доминирует. В день выборов президента России 18 марта будут работать 400 избирательных участков в 145 странах мира. Дана Нужан, Александр Любителев, Россия, Хабар, 24. А вот главу КНР в следующий раз будут выбирать в 2023 году. Но уже сегодня можно предположить, что у руля останется действующий лидер. В Китае продолжается беспрецедентный съезд коммунистической партии. Парламент одобрил внесение поправок в Конституцию, позволяющих нынешнему председателю КНР Си Цзиньпину находиться у власти. Неограниченное количество времени, а его мысли о социализме китайского образца в новой эре теперь увековечены в Конституции. Представители партии и эксперты связывают это решение с успешной экономической политикой, внутренней стабильностью и ростом влияния Поднебесной на международной арене. Каким же образом Си Цзиньпину удалось встать в один ряд? С основателем партии Мао Цзэдуном и автором китайского экономического чуда Дэном Сяопином, расскажет наш международный обозреватель Жанья Оразымбетова. Китайцы стали лучше жить, и это заслуга нынешнего лидера страны. Действительно, в прошлом году рост ВВП Поднебесной составил почти 7%. Эксперты, правда, в последующие годы прогнозируют постепенное замедление развития национальной экономики. Но в Пекине уверены, трагедии не случится. Председатель КНР Си Цзиньпинь обещает построить умеренно процветающее общество к 2020 году. Важную роль в этом сыграет проект экономического развития «Один пояс, один путь» – инициатива по созданию новых глобальных торговых путей. Ограничений по времени в реализации планов главы государства теперь нет. Отныне он может оставаться на посту председателя КНР пожизненно. Кроме того, депутаты проголосовали за внесение имени Си Цзиньпиня в преамбулу документа. До него такой честью достаивались лишь Мао Цзэдун и Дэн Сяопинь. Также принято решение о создании нового антикоррупционного органа – Государственного комитета по надзору. Китай – страна с тысячелетней историей и особенным путем развития. Нынешние мировые проблемы показывают, что западная демократия не идеальна. В это время наше государство идет по собственному пути развития. Поэтому решение об отмене ограничения президентского срока очень важное. Это выбор народа. Экономические реформы с упором на модернизацию в тандеме с жесткой антикоррупционной кампанией – основные отличительные черты правления Си Цзиньпиня. За первые четыре года на посту председателя Компартии он очистил ее ряды более чем от миллиона чиновников, замешанных в коррупционных скандалах. Из них несколько сотен тысяч, в основном из верхних эшелонов власти, приговорены к пожизненному заключению. Помимо антикоррупционных мер, стать самым популярным Си Цзиньпиню помог рост национального самосознания и влияния в мире, а также успешная экономическая политика. Немаловажную роль в этом сыграл тот факт, что Си – лидер из народа. Сын репрессированного при Мао партапарадчика Си Цзиньпинь в юности был сослан в деревню, жил в пещере и работал в поле, прежде чем вернуться в Пекин и с самых низов добраться до вершины власти. Он сделал очень многое для страны за время своего правления. Президент всегда думает о народе. Я доволен результатами его правления. Я считаю конституционные изменения правильным решением. Один лидер у власти позитивно скажется на государственной системе. Действующий глава государства убежден, страна станет лидером мирового сообщества и примером для подражания в эпоху кризиса западной демократии. Будет ли он баллотироваться на высший пост в 2023 году, пока не ясно. Тем не менее, вероятность остается предельно высокой. Жанья Уразимбетова, Хабар, 24. США выйдут из ядерного соглашения по Ирану, если Великобритания, Франция и Германия не внесут в сделку существенных корректив. Об этом заявил Дональд Трамп после встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. При этом глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон ждет от европейской тройки реальных действий. Крайний срок внесения требуемых изменений – 12 мая. Иран и шестерка международных посредников достигли исторического соглашения по атому в 2015 году. Согласно документу, Тегеран оставляет открытым доступ инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты и замораживает некоторые исследования в обмен на снятие большей части антииранских санкций. Трамп с приходом к власти многократно называл соглашение плохим и заявлял о намерениях выйти из него. Город Аягос, что на востоке страны, приходит в себя после обрушившейся накануне стихии. Уровень воды в местной реке уже понизился. Всего пострадало больше сотни жилых домов, восемь из них разрушены полностью. Причиной наводнения стали дожди. За два последних дня в регионе выпала двухмесячная норма осадков. Все подробности узнаем у Руслана Шакобаева. На Зигуле Багарова чудом осталась жива. Во время стихии она находилась дома вместе с маленькой дочерью. Услышав сильный гул, женщина перепугалась. Схватила ребенка и бросилась к дверям. Но не успела. Вход перегородила упавшая стена. Напор был очень сильный. Вода выбила входные двери. Я с дочерью успела взять документы и выбраться через окно. В такой ситуации, как на Зигуле, оказались еще несколько семей. Их дома также полностью разрушены. Всего от стихии пострадали свыше ста жилых строений и дворов. Оставшиеся без крова люди временно размещены в местном интернате. Всех обеспечили питанием, проживанием. На данный момент у нас 47 человек, из них 33 ребенка. Да, еще люди приходят. Сейчас еще должна прийти одна семья с двумя детьми. Люди пребывают еще. Большая вода в Аягус пришла накануне днем. Два дня в регионе шел дождь. Вдобавок в городу стремились талые воды с гор. В итоге местная река вышла из русла и затопила жилые массивы. Вот эта вся прибрежная территория была затоплена водой. Сейчас русло реки напоминает ледяное царство. Льдом покрыты камни, деревья и кустарники. Уровень воды примерно поднялся около двух метров. До сегодняшнего дня такого случая в районе зарегистрировано не было. Это у нас первый случай. В настоящее время сейчас работают четыре группы по выявлению потопленных и разрушенных домов. В городе создан штаб, куда сейчас стекается вся информация. Материальный ущерб подсчитывает специально созданная комиссия. Большую поддержку оказывают местные жители и предприниматели. В пункты приема они приносят продукты питания и одежду. Восстановлением разрушенных дорог занимается коммунальная служба. Руслан Шакобаев, Анатолий Тернов, Берег Жабалайлован, Аягузский район, Восточно-Казахстанская область, Хабар-24. Обельные дожди на фоне резкого потепления подтопили шесть крупных населенных пунктов Восточного Казахстана. Вода зашла в 70 частных домов и 150 подворий в Аягозском, Глубоковском, Уланском, Курчумском и Зайсанском районах. Оттуда эвакуировали 400 местных жителей. Не обошла стихия и Усть-Каменогорск. За минувшие сутки с центральных городских улиц и окраин успели откачать свыше 4000 кубометров воды. В часы пик возникли перебои в движении общественного транспорта. По данным синоптиков, только минувшей ночью в регионе выпало до 11 миллиметров осадков, что превышает декадную норму. Двое суток весенних дождей и на улицах Усть-Каменогорска коллапс. Из застрявших в огромных лужах автобусов вызволяют пассажиров. Пока одни жители города стоят в пробках, другие эвакуируются из затопленных домов и спасают имущество. Как говорят местные жители, паводок случился из-за того, что ливневые канализации были забиты снегом и льдом. Все это начало таять и вода пошла к жилым постройкам. Сейчас к домам не подобраться даже в резиновых сапогах. Саманный дом Анатолия Голубева пострадал больше всех. Его основание подмыла вода из переполненных уличных арыков. Дренажные системы Усть-Каменогорска, по словам горожан, не ремонтировались несколько лет. Здесь арык. Они бетонировали года три или четыре назад. Его надо чистить хоть каждый год или через год. Он эффективный арык. Только его чистить надо нормально. Просчеты коммунальных служб обнажились при первых серьезных осадках. Неработающие арыки и промерзшая на полтора метра почва стали причиной образования поверхностных вод. Огородить город от идущих с гор дождевых потоков сейчас пытаются гидрологи. В поселке Мамай-Батыр, что в 30 километрах от Усть-Каменогорска, размыло мост. Вокруг сейчас экстренно строят объездные пути. А на Васильевской дамбе она сдерживает больше 800 кубометров воды. Приступили к аварийным водосбросам в Иртыш. Здесь было заиливание водоема. И самое необходимое, что мы не могли принять 300 тысяч кубов. В данной ситуации, что у нас стоит здесь, ледозащита. Она держит торосы, как и возникает здесь, допустим, обломки льда. И что хорошо у нас сделан, очень хорошо здесь аварийный водосброс. Через месяц в регионе планируют начать капитальный ремонт и укрепление 27 аварийных гидротехнических сооружений. На их реконструкцию из областного бюджета уже выделили больше 300 миллионов тенге. Вячеслав Фитлугин, Аслан Тулепов и Дмитрий Пыхтин. Восточно-Казахстанская область. Хабар, 24. Подтопление в Восточно-Казахстанской области произошло в результате засоренности арычно-канальных систем для отвода воды. В некоторых местах она отсутствует и вовсе, сообщил официальный представитель комитета ПЧС Руслан Иманкулов. Исправность инфраструктуры находится в ведении местных исполнительных органов. По словам Руслана Иманкулова, в аварийно-спасательных работах задействовано почти 600 человек, 137 единиц техники и 30 мотопомп устройств для откачки воды из придворовых территорий. По прогнозам метеорологов, угроза подтопления по-прежнему сохраняется. Обильные осадки продолжатся в Восточно-Казахстанской области, ожидаются также в Карагандинской и Алматинской областях под угрозой подтопления Центральный, Северный и Восточный Казахстан. Во всех этих регионах у нас все еще очень малое количество снега. Но при том, что малое количество снега, у нас очень сильно промерзлая земля. То есть полтора-два метра земля промерзлая, соответственно, это не дает возможности впитывать ту имеющуюся на данный момент влагу. Если будут обильные дожди, осадки, снег, и все это резко растает, то не будет возможно впитать земле эту влагу. Вот почему важно, чтобы в населенных пунктах были специальные дренажные системы. Матрауская область собирает гуманитарную помощь для пострадавших в результате подтопления в Восточном Казахстане. По инициативе молодежных организаций здесь создан специальный штаб. Помимо этого, несколько госслужащих изъявило желание перечислить некоторые денежные средства в размере однодневной заработной платы. Сбор гуманитарной помощи будет вестись до 19 марта. Затем груз отправят в пострадавший от наводнения регион. Местные волонтеры готовы и сами доставить его до места. В данное время мы собираем консервы, продукты питания, подгузники, вещи, одежды новые. Помимо этого, хочу сказать, что волонтеры изъявили желание, если по необходимости, поехать в местность и оказать посильную помощь. На шахте Костенко в Караганде продолжают ликвидировать последствия подземного пожара. Угольный пласт на глубине 519 метров в двух местах продолжает гореть уже третий день. Огонь вспыхнул в рабочей выработке. По предварительным данным, пожар носит природный характер. Обошлось, к счастью, без пострадавших, но возгорание уничтожило часть подземного оборудования. Из-за опасности взрыва активно бороться с огнем спасатели пока не могут. Тут невозможно определить даже объем горящего угля. Сейчас специалисты с соблюдением всех мер предосторожности собирают данные о состоянии горящего участка и соседней закрытой выработки, где может скопиться опасная концентрация газа метана. И только после всестороннего анализа станет уже понятно, как бороться с огнем, говорят специалисты. Рассматривается метод изоляции в минимальных объемах, чтобы возродить работу шахта. Работы ведутся в сложных горно-генологических условиях. Задача неординарная. Руководство шахты, угольного департамента, в том числе и горно-спасатели, прикладывают все усилия, чтобы как можно быстрее выполнить поставленную задачу. В школе села Кокпехты Карагандинской области прямо во время урока на учащихся с потолка обрушился двухметровый кусок штукатурки. Двое третиклассников получили ушибы и ссадины. Госпитализация им не понадобилась. Детям обработали раны и отправили их домой. ЧП произошло на третьем уроке, когда в классе находились 20 человек. Потолок уже заштукатурили, чтобы уже завтра продолжить занятия. Ну а здание школы капитально не ремонтировалось уже больше полувека. Конечно, требуется ремонт фасада, вы сами видели, ремонт крыши требуется. С 64-го года школа, уже 54 года школу, ремонт капитального не было. Текущий ремонт каждый год с областного департамента. Приехала комиссия, обследовала школу, но в дальнейшем будет ремонт. В Казахстане стартовал весенний призыв. В ближайшие месяцы в армию должны отправиться 17 тысяч новобранцев. Всего до конца года в ряды вооруженных сил призовут 35 тысяч молодых казахстанцев. Попасть на службу можно при наличии хорошего здоровья и безупречной репутации. Проверяют кандидатов не только на судимость, но и приверженность к нетрадиционным религиозным течениям. Отбор ведется в сотрудничестве МВД с КНБ. Для тех, кто не хочет идти в армию на год, предлагают альтернативу – пройти службу при военно-технической школе. Обойдется это в 260 тысяч тенге. Курс молодого бойца длится 40 дней. По окончании выдается военный билет. Единственное условие – претенденту должно быть от 24 до 27 лет. А вот за уклонение от воинской службы придется дорого поплатиться. За явное уклонение от прохождения медицинской комиссии и от прохождения воинской службы возбуждается уголовное дело. Кандидат может быть осужден на срок до трех лет лишения свободы или же на него наложат штраф до тысячи МРП. За последние 15 лет осужденных за уклонение от воинской службы нет. В Алматы презентована первая в Центральной Азии международная программа акселерации для стартапов «Финтэч Старс». Проект инициирован Международным финансовым центром Астаны, швейцарским инвестфондом «САД Старс» и бизнес-инкубатором «Мост». За звание лучших поборются 10 сильнейших команд-разработчиков в области финансовых технологий. Электронная коммерция, онлайн-кредитование и онлайн-страхование. Разработки в этих областях представят 6 казахстанских и 4 зарубежных команды. Проекты начинающих предпринимателей оценят 12 международных менторов, специалистов, имеющих опыт раскрутки стартапов за рубежом. Сильнейших определят эксперты фонда «Сид Старс». Они партнеры, которые приносят инвестиции, будут инвестировать в начальном этапе 20 тысяч долларов каждому стартапу. И по итогам два стартапа получат до 350 тысяч долларов и войдут в долю этих двух стартапов. Чтобы получить финансовую поддержку фонда и в будущем выйти на международный рынок, команды должны иметь готовый финтехпродукт, ориентированный на внешний рынок. Плюсом для команды станет и наличие продуманной безобыточной бизнес-модели, которая способна приносить доход в пределах полутора миллионов тенге. «Сид Старс» ищет проекты, которые не то, что они просто их проинвестируют, но и потом помогут этим проектам выйти за зарубежные рынки. Почему мы с уверенностью это говорим? Потому что «Сид Старс» уже имел опыт в других странах, в частности в Африке, когда развивающийся рынок придумал и сгенерировал такие идеи, которые, в принципе, были даже в дековинку для Европы. Формы для регистрации участников доступны на сайте www.fintechstars.kz. Итоги организаторы проведут в июле этого года в Астане. Компания-лидеры не только получат крупный капитал для развития, но и войдут в реестр МФЦА. И на этом у меня все. Спасибо за внимание. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин